Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо и отвечу на него. Давайте приступим. Добрый вечер! Хочу поделиться своей историей. Я познакомилась с турком на сайте знакомств. Он меня нашел и долгое время требовал внимания к себе. Я не реагировала, потому что есть стереотип, и я не искала приключений. Здесь я остановлюсь. Я иногда останавливаюсь в письме, чтобы что-то не забыть. А важная деталь – это такая склонность к невротическим отношениям, то есть через преграду. Он мне не нравился, он меня добивался, я вертела носом, он вообще меня вызвал сначала отвращение и так далее. То есть без симпатии начала общения – это не очень здоровая история. Как правило, потом, если невротик в такие отношения вступает, в такую схему, он потом вообще из этой схемы выходить и не хочет. Это вот это через преграду преодоления отношения, начало. Не очень здоровый заклад, короче говоря, на счастливое будущее. Я ему об этом и сообщила незамедлительно. Ну вот, пожалуйста. Также я ему сказала, что не понимая, как мы будем общаться без знания языка. Он пытался писать на английском, но я понимала, что он с турецкого через транслит переводит, отправляет в ней, получается какая-то билиберда. Но его упорство и желание добиться моего внимания сделали свое дело, и я из вежливости начала ему отвечать. Вот он ответ. Я принцесса в замке, меня надо добиваться. Он, скажем так, разрушил эту стену и преграду. Я из вежливости, я уступила, я ему начала отвечать. Мое величество не спустилось до простого смертного. Ну это в кавычках, правильно? Не обижать это. Я утрирую, естественно. Но чтобы смысл был посыл. То есть меня надо добиваться. Поверьте, добьется, ему станет неинтересно, а потом интересно станет вам, а у него интерес к вам пропадет. Как очень часто схема развития таких отношений. Сначала мы переписывались, я задавала ему вопросы о его намерениях, о его взгляде на отношения. На все мои вопросы я получила ответ прямо моими словами. Именно такие ответы я и хотела получить. Несколько раз он пытался говорить со мной о своем приезде ко мне домой, о том, что я могла бы ему приготовить что-то, на что я ему ответила жестко, что у меня дома может оказаться только мой муж, и готовить я буду только для своего мужа. Ну совершенно правильно. Он написал мне, что это достойный ответ, и больше мы этих тем не затрагивали. Су, спустя месяц переписки мы созвонились по видеосвязи, а спустя два месяца общения он предложил мне встретиться вместе и провести Новый год. Я согласилась, потому что он мне был приятен и интересен. Билет на самолет он категорически запретил мне самой покупать. Я не могла решиться дать ему свои данные после того, как он мне прислал свои документы. Я ему отправила свой паспорт. До поездки была еще пара недель, и у меня возник вопрос, почему он все время общается со мной из офиса и никогда из дома. Я начала требовать объяснений. В итоге он мне признался, что он разведен, и дети живут с ним. У меня вопрос, а почему вы этим не затрагивали этот вопрос, не интересовались до того, как вам уже купили билет? Это невротическая история. Я сначала влезу по уши в тяжелую какую-то ситуацию, чтобы мне потом было трудно отказываться от отношений. Вот чисто это описание идет в невротических отношениях, реакции невротиков. Почему? Я влез сначала по уши, когда уже у меня конкретная встреча. Я тогда задался вопросом. Блин, этим вопросом надо было задаваться гораздо раньше. Тогда бы ваша встреча, скорее всего, и не состоялась, если бы вам это было ненужным, да, если бы увидели там какие-то проблемы. Вы этим осознанно не занялись, потому что вы чувствовали там какой-то подвох, что-то есть. Ну, вы поняли, да? Что дома и дома у них договоренность, все телефоны без интернета, потому что дети видят его в телефоне и тут же требуют им разрешения сидеть тоже в интернете. Два мальчика, 6-12 лет. Он рассказал, что ему помогает с детьми младшая сестра его. Он рассказал ей обо мне, она сказала ему, что он сумасшедший, никто меня не примет, в том числе и детям. Но мужчина пообещал все уладить и попросил время для этого. И вот наша реальная встреча, знакомство, мы проводили вместе время, гуляли, путешествовали, общались. Близости не было. Видите, вы уже услышали до встречи о том, что вас не примут. Вот это вот тревожный звоночек, о чем ему надо было подумать и что надо было обсуждать с ним на встрече. Он даже не прикоснулся ко мне. У меня было ощущение, что мы давние друзья. Настолько комфортно и уютно было вместе. Забота с его стороны во всем. Приехал с прогулки, я только зашла в номер, а мне уже принесли что-то вкусное, горячее. Сказала, что мне чего-то хочется, вот уже на пороге меня это ждет. Спустя несколько дней я просто физически ощущала, что я хочу этого мужчину. А он как неприступная стена был, соблазняла я его многоточие. Ну вот, пожалуйста, через боль мне недоступно, мне это становится интересным. Потом у нас был серьезный разговор. Он сказал, что я его устраиваю во всем, и как человека, и как женщина, и внешне, и духовно. Но он понимает, что для меня это может быть сложным и с ним из-за детей, и чужой страны. Он спросил, чего я от него жду. Я, зная про их кланы, сразу сказала, что я взрослый человек, и я хочу, чтобы сама хозяйкой в своем доме была. Чтобы меня не учили и не указывали, как мне жить. Он мне рассказал все о своем образе жизни, о своих возможностях, о своих доходах, об основных платежах. У мужчины все четко по делу. Решили не принимать поспешных выводов решения, а еще подумать и взвесить. Мы встречались каждые две недели, я летала к нему, он прилетал ко мне, и мы все время путешествовали. Он рассказал старшему сыну обо мне, и сын был не против сначала. А потом, спустя две недели, ребенок ему заявил, что раз у тебя есть она, то я тебе больше не нужен. Попросился обратно к маме. Он отвез его к маме, через три дня сын вернулся уже обратно. Про детей. По разводу дети должны быть с мамой, но она не нуждается в детях, и дети живут с ним. По его словам, он каждый месяц делает отчет в органы опеки. Перед тем, как нам начать официальное отношение, он хочет уладить вопросы с детьми. И он предложил жене оформить их официально на него, с условием, что она сможет быть с ними сколько захочет и когда захочет. Знаете, странное какое-то оформление, здесь остановлюсь. Сколько хочет, когда хочет. А что тогда что-то, понимаете, зачем что-то оформлять? Что-то какой-то бредом, знаете, попахивает. Если уже все оформлено, а он их взял себе, они хотят жить с папой, они маму выбирают, и мама сама с ними не хочет. Что еще оформлять? На себя детей, зачем ему их на себя оформлять, понимаете? Все вроде бы уже оформлено, и так сложилось, как сложилось. Соответственно, это их выбор. Выбор детей, его матери. Что, короче, я имею в виду, зачем ему это требушить еще раз, вот это оформление детей? Что они ему так нужны, если они оформлены на маме? Ну, они живут с тобой. Что, тебе этого мало, что ли? Мне кажется, всем все нормально, и в этой ситуации очень удобно. Вот это желание потревожить то, что, короче говоря, уже вроде успокоилась у стакана, для меня непонятно. Но это мое человеческое чисто, может, я что-то не понимаю в этом. Все это было оформлено с адвокатом, и ждали встречи они с бывшей женой. Забыла сказать, что развелись они по инициативе мужчины. Он просил жену оставить работу, заниматься детьми, а она выбрала работу. На встрече жена ему заявила, что она хочет вернуться в семью и готова оставить работу и делать все, что он захочет. Мужчина обалдел. Я здесь остановлюсь и хочу сказать. Вот видите, он не просто так вот эту дергалку оформления детей на себя пытался. Вот я прям почувствовала через 20 предложений, вы об этом написали. Это не просто так. Не надо тревожить то, понимаете, что устаканилось, развод завершен. Что он делал? Он пытался спровоцировать очередную встречу с адвокатами, чтобы она ему, блин, вот это и сказала. Он на самом деле ждет вот этого. Это нерешенные взаимоотношения бывших супругов мужчины и женщины. Это два человека, которые друг друга любили или еще любят, или тешат свое самолюбие. И ему конкретно нужно, он ждал, вымогал ее. Он ее вот этим переписыванием в итоге детей на себя, это незаконченные отношения между мы и же. Это манипуляция, к чему она и привела. Мужчина обалдел, позвонил мне и рассказал все. Сказал, что он не ожидал и не может рассматривать такой вариант, потому что у него есть я. У меня вопрос, а что ж ты тогда это пытался додавить, если у тебя такой вариант неприемлемый, и ты не рассматриваешь ее возврат, что ж ты к ней тогда лез? И у тебя дети с тобой живут. Что тебе надо? Зачем ты ее на это провоцировал? Это ложь чистая. Может, он этого не осознает? Но то, что он, типа, выбрал вас, и ему это не надо, он бы этим не занимался. Вот так скажу. Честно, вот не обижайтесь, пожалуйста. Может, неприятно о своем мужчине это читать, но это нелогично, то, что как вы пишете его, оправдываясь с его слов. Слишком красиво все выглядит. Даже если бы он был один, то он бы еще подумал и поехал на семейный совет. Решение с родителями. Семейный совет сказал ему вернуться к жене. Меня, вот я здесь дальше остаюсь. А он, типа, не знал, что ему семейный совет его скажет. Ему сестра сказала, что его дети и в семье никто вас не примет. А он, типа, не знал, такую дурочку включают. Я поехал на семейный совет, они мне сказали выбирать жену. Ой, я, типа, снял с себя ответственность. Если бы он знал, что они скажут. Он поехал за подпиткой этой, за советами этими, чтобы было на что съехать в ваших глазах, честно говоря. Так вот, если ты знаешь, как закончится семейный совет, он знает всю свою семейку, знал, что как будет. Че, что ты туда ехал опять? Что он делал? Снял себя ответственность, что мне родители, семья посоветовала. Они его, типа, не его выбор. Детский сад вообще. Вот честно, я вот это читаю. Взрослый мужик прикрывается вот этим вот всем бредом. Все, кроме мамы. Мама промолчала и начались судебные тяжные. Ой, мамы. Он, типа, как будто мама его поддержала. Мамы на поддержку должна быть не промолчать. Соответственно, ничего это не значит. Пока он был один, жена ничего не делала и не требовала. А сейчас раздел имущества и дележка детей. Все это время мы продолжали встречаться и общаться. Говорят, что мужчина тратит деньги на женщину, которую считает своей. Это уже ваше оправдание своей позиции. Вот и мой мужчина пытается заставить меня тратить его деньги. Смеющийся смайлик здесь. Но у меня плохо получается. Он хочет, чтобы я пользовалась его деньгами. Это приятно. Иногда я пользуюсь картой, которую он вручил мне, когда он очень сильно настаивает смайлики. Что касается отношений, то я понимаю, что он хочет там все вопросы закрыть, чтобы дальше идти и не оглядываться. Я прям вижу, как вы свято верите в то, что он вам говорит. Я бы не была настолько опрометчива, и он бы не верила. То, что летом мы хотели устроить путешествие с детьми, чтобы познакомиться. А как вы это устроите, если у вас сын, вот первая уже старшая, точнее, сразу же отверг и сказал, ты мне там, не отец, возвращаюсь к маме. Какое совместное путешествие, что за бред? Никто бы на это не согласился. Но дети отказались категорически ехать. Да неужели? Грустно и непонятно, что с этим делать. Итак, мы ждем решения суда по детям. Но срока нет. В октябре сказал, что жена выставила новые требования. На днях сказал, что все скоро закончится. Все скоро, это он вас с завтраками кормит, ни черта не закончится. Она будет сейчас с него три шкуры спускать. Он останется с голой попой вместе с вами, и детей она себе заберет, потому что у него кто-то появился. Почему ее все устраивало? Все очень просто. Ей не нужен сам статус разведенки. Дети это чистая манипуляция в этих отношениях. Но я честно скажу, вот вся эта история создана вашим мужчиной. Если бы он не лез, не трепался, не делил детей, за этот год он меня ни с кем не познакомил. Ну естественно. Но его жена нашла меня в инстаграме, постучалась ко мне и открыла ей доступ с мыслью. Пусть смотрит и видит, что я адекватный человек и не несу в себе опасности. Очень зря она собирает компроматик, чтобы в суде мужа без штанов оставить, наблюдая ваши инстаграмы. Но она к себе меня не пустила. Да неужели? Потому что она прошаренная. И ничего мне не написала. Мужчина разрешил мне выставлять наши совместные фотографии. И вопрос один. Браво! Она сидит, собирает компроматик ваш с инстаграма, документирует. Блин, потом придявит, что он типа был разведен, а сейчас они делят детей. Что-то странненькое выходит. Мне кажется, не был он с ней разведен. Это он вам так сказал. Ничего не обещает впустую, всегда по существу. Если бы он был всегда по существу, он бы закончил со своей женой, бывшей непонятно уже какой, детьми. И начал бы с вами отношения. Это вы его оправдываете. И вы его так называете. Меня охватывает страх, допустим, дети останутся с ним, как я с ними буду строить отношения. О чем вы раньше думали? Когда он вам сказал, до встречи, кстати, до первого, в чем я говорила. Дети живут со мной, я в разводе. Вы поехали на встречу. Так вот, надо было тогда думать, что у него есть двое детей, и с ними как-то придется выстраивать отношения. Вы сейчас что хотите, чтобы он в жизни остал, правильно? Я же не спорю, ему было бы, так вам было бы лучше, чтобы она их забрала. Вот такая простая и непростая ситуация. Между нами все хорошо, но меня не приглашают в семью. Когда он был здесь, я принципиально не стала его знакомить с родственниками. А зачем? А вдруг он вернется в семью? И домой я его тоже не приводила. Совершенно верно, правильно делаете. Потом еще замучитесь объясняться перед своими родственниками. Что у вас произошло? Я не могу советы какие-то давать, потому что мне кажется, что я в ходе письма-то все вам объяснила. Пожалуйста, не обижайте. Я довольно-таки грубо среагировала. Почему? Вы потому что самосознательно залезли в ту историю, которая у вас сейчас происходит. Это вы с вами делали выбор. Если вам это нравится, зачем вы тогда сейчас спрашиваете кого-то, как мне поступать, что делать? Вы сидите, ждите. Вы сейчас в позиции либо ждуна, неизвестно сколько чего ждать, либо разводиться, расставаться с этим парнем, с этим мужчиной, парнем-то его не назовешь, с этим мужчиной. Вы явно расставаться не хотите, потому что вы не в ротик. Вы специально так обставили ситуацию, в критические моменты не говорили, не ставили свое «я», промалчивали. Вот к чему привело. А что это спрашивать-то? Вы своими руками все это создали, свою позицию на втором месте. Почему вы в это влезли, я объяснила. Потому что вы не в ротических, не в здоровых отношениях. Когда надо было говорить «нет, до свидания» и какие-то там свои права качать на здоровые отношения, вы этого не делали. Вы это делали осознанно, потому что вам надо влезть вот в такую заваруху, чтобы чувствовать вот эту любовь. Ваши чувства живы, пока вот такая заваруха существует. Вам интересно. Но здесь не очень здоровая история, потому что вы позволяете быть себе на втором месте. При этом вы говорите «я в нем уверена». А как вы в нем уверены, если в вашей последней строчке вы пишете «а вдруг он вернется в семью, что своим родителям буду родственникам говорить, поэтому я с ним не знакома». Какие это уверенности? Вы допускаете эту мысль, что он вдруг вернется в семью. Иначе не уверены. Это вам так хочется быть уверенной. Мне очень жаль вас. У вас очень тяжелая моральная ситуация. Дергайтесь, непонятно что как. Я вам просто посоветую расслабиться, получать от жизни наслаждение, но не строить планов далеко идущих с этим мужчиной вот здесь сейчас, чтобы потом, если они разрушатся, он вернется в свою семью. Чтобы потом мне было очень больно. Просто живите с ним, встречайтесь, если хотите, тусуйтесь, путешествуйте, получайте здесь и сейчас. Но если он открывает рот про будущее муж и что-то такое, вы ему пресекаете, рот закрываете, говорит, когда разведешься, тогда и будешь что-то говорить. Хотя бы вот так. При этом сама об этом тайно не мечтай. Пожалуйста, не беременеться от него в такой позиции. Непонятно, что у него там юридически. Походу он вам в уши напил, не был он разведен. Вот мне чисто кажется вот так. Потому что определенное место детей было. А вот за детей бы такая тягомотина-то сейчас не разводилась. Они на самом деле просто разводятся по факту, не были они разведены. Это уже говорит о том, что он вам соврал. Так что, пожалуйста, никаких детей не заводите, чтобы его к себе привязать или еще что-то. Вы ему только хуже сделаете. А вот сейчас в процессе того, что жена максимально собирает компромат, обобрать как липку. Пожалуйста, закройте нафиг, удалите ее с инстаграма, пожалуйста. Зачем она вам там... Понимаете, у вас мнимое такое внутри в вашей только голове соревнование идет. Опытная баба турецкая расчетливая? Да и наплевать. Да, ее там бесит, задевает. Ее бесит, задевает, она при этом себе фиксирует, адвокатику относит. А постели что-то ставит, регистрирует в ваш инстаграм, блин. Суд потом придет, столько бабок с него срежет вашими вот этими. Вот, смотри, мы вместе, он меня выбрал. Да чихать она хотела, у него с ним будущего уже нет. Она, блин, почву себе готовит, хорошие финансовые отступные от него. Еще кредитов придется набрать, и ей, блин, расплачиваться с ней, отступные ей давать. Он столько денег не будет, сколько-то сейчас на него компроматы через ваш инстаграм насобирает. Так что, короче, удаляйте нафиг ее. Никаких контактов с ней и с ее родственниками, или с кем-то ее не должно у вас быть. И вообще о вашем существовании никто не должен был знать. Девочки, кто участвовал в разводах, знает какие-то истории и так далее в Турции, пожалуйста, пишите комментарии. Как вы думаете, почему, что у них там было, разводились они или нет? Почему такая тогда сейчас тягомотина про историю про детей идет, мне вообще непонятно. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки под видео. Надеялась, никого сегодня не обидеть, извините. Если кто-то что-то на свой личный счет принял, или я была груба. Я всегда в инфобоксе оставляю почту. Если вам нужно написать историю для публикации на канале, пожалуйста, тема письма «История от Анонима». Если вам нужна консультация меня как психолога, тема письма «Консультация». Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!